В феврале 1985 года был убит Таугат Нигматуллин. Гибель звезды советского кино потрясла СССР. Востребованный актер оказался членом загадочной секты с восточным уклоном, соратники по которой и погубили его. В этом видео мы поговорим про тайну гибели советского Брюса Ли и узнаем, за что убили актера и каратиста Таугата Нигматуллина. Таугат Нигматуллин родился в марте 1949 года в Киргизской ССР. Детство в послевоенной Средней Азии было трудным, тем более, что отец мальчика умер, когда ему было 2 года. Таугат рос болезненным и слабым ребенком, но благодаря регулярным занятиям спортом сумел укрепить свой организм. В конце 60-х в СССР стало проникать диковинное восточное единоборство – карате. Нигматуллин сразу же им увлекся. Позднее именно он своей знаменитой ролью поспособствовал настоящему буму этого единоборства в Советском Союзе. Карьера Нигматуллина развивалась достаточно стремительно. Он стабильно получал роли в истернах – советских аналогов американских вестернов. В 1979-м на советские экраны вышел фильм «Пираты 20 века». Картина была сделана по классическим стандартам западных боевиков, что и обеспечило ей безумную популярность. Фильм стал абсолютным лидером советского проката и вошел в историю как самая кассовая советская лента. Роль харизматичного злодея-каратиста моментально превращает Нигматуллина в советского Брюса Ли. А сам фильм способствует взрывному росту популярности карате. В конце 70-х уроженец Бишкека Абай Барубаев повстречал экзотического персонажа Мирзу Кимбадбаева. Барубаев был выходцем из влиятельной номенклатурной семьи. Делал карьеру по комсомольской линии, но затем увлекся восточной философией и стал одержим идеей создания своего собственного НИИ, который будет исследовать возможности человека, в том числе и паранормальные. Кимбадбаев, напротив, был классическим человеком не от мира сего. Носил причудливую одежду, нигде не работал, бродяжничал и собирал милостыню. Познакомившись с Мирзой, Абай понял, что это тот, кого он искал. И стал, если так можно выразиться, продюсировать экзотического старца. Абай начал водить его по высоким кабинетам и знакомить со всеми, рассказывая о его необычных способностях. Старец якобы мог лечить некоторые болезни при помощи специальных техник. Однако выбить поэта НИИ оказалось для Абая непосильной задачей. Тогда он пошел другим путем и начал собирать пожертвования на создание института человека с поклонников и почитателей Мирзы. 11 февраля 1985 года тело Талгата Нигматулина было обнаружено врачами в одной из квартир. По другой версии, Талгат был еще жив, когда его забрала скорая, но умер по пути в больницу. Хозяйка дома утверждала, что актера избили на улице неизвестные. Однако вскоре женщина раскололась и поведала, что Нигматулина до смерти забили в квартире. Убийц поймали очень быстро. Ими оказались соратники актера по секте, включая самих Абая и Мирзу, ее лидеров. Они не отрицали, что гибель Талгата действительно стала следствием их действий. Однако до сих пор не ясно, что в действительности произошло той февральской ночью. Существует несколько различных версий гибели Талгата. Согласно официальной версии, которую придерживалось следствие, Талгат Нигматуллин был убит по приказу лидера группы Абая Барубаева за неподчинение его приказу. Сектанты приехали на разборки с местными последователями. Те, будучи недовольными Абаем, решили отколоться и создать свою секту. Абай Мирза и силовая поддержка в лице бывшего московского преподавателя и каратиста Пестрецова и его двух студентов, Седова и Бушмакина, приехали в столицу Литвы, чтобы забрать у отступников талисманы и заодно вернуть долги за обучение. Нигматуллин приехал позже. Согласно другому варианту этой версии, Нигматуллин пытался порвать сектой. Но Абай, не желавший терять курицу, несущую золотые яйца, приказывает убить его за попытку уйти. Однако в этих версиях остается непонятен один момент, почему актер не оказал ни малейшей попытки сопротивления. Нигматуллин был мастером каратэ и вполне мог справиться с соперниками, которые не обладали особыми физическими данными. Согласно другой версии, соратники не хотели убивать Нигматуллина, а избиение было наказанием за ослушание, с которым сам актер согласился. Это объясняет, почему Нигматуллин не сопротивлялся и не пытался бежать. Однако экзекуторы перестарались. Утром, когда Нигматуллин потерял сознание, они испугались и попросили хозяйку-свидетельницу вызвать скорую и рассказать про хулиганов. Также существует версия, что истязание Нигматуллина было частью какого-то ритуала, связанного с посвящением или продвижением на более высокую ступень. В секте практиковались самые разные методики. Были и медитации, и элементы йоги, и практики из арсенала нынешних тренингов личностного роста, только более радикальные. Абай Барубаев был приговорен к 15 годам лишения свободы и умер в тюрьме от туберкулеза. Мирзак Имбадбаев получил 12 лет. После освобождения он вернулся на родину и возобновил прежний образ жизни мудрого старца. Он умер в 2006 году. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.